Сенсация! Скоро человечеству откроется самая древняя тайна планеты. Русские ученые проникли в запретный мир, который тысячи лет был надежно скрыт слоем векового льда. Озеро Восток в Антарктиде находится на глубине 4 километров. По пути к нему исследователи преследовали необъяснимые неудачи. Оборудование выходило из строя, бесследно пропадали люди. О существовании озера во льдах знали еще древние. Ученые утверждают, подо льдом древнейшего водохранилища может скрываться послание нам, современным людям. Если люди смогут расшифровать спрятанную в толще льда информацию, мир ждут глобальные изменения. Программа «Тайны мира» отправляется на поиски знаний, утраченных тысячелетия назад. Меня зовут Анна Чаплани. И я начинаю расследование. Далее в программе. Антарктида открывает тайны тысячелетий. Российские ученые нашли капсулу времени. Это такой ящик Пандоры. Порталы в параллельные миры – это реальность. Где в Москве исчезают люди? Если человек уходит из этого портала, он никогда не вернется назад. Секрет пирамид раскрыт. Российский ученый узнал тайну древних строителей. С удвоением высоты пирамиды возрастает мощность ее воздействия. Машина времени существует. Мы узнали, где находится дверь в страну богов. Самое страшное, что может случиться здесь с человеком, он может просто исчезнуть. Уникальный эксперимент программы «Тайны мира». Мы проверили на себе силу внеземных цивилизаций. Мы ожидали, что-то какого-то эффекта положительного, но не до такой степени. Я раскрою все тайны. Тайны потерянных знаний. Наукой доказано, десятки веков назад человек летал в космос, смотрел телевизор и пользовался интернетом. А также проводил сложнейшие хирургические операции, причем даже без инструментов. Таким же на самом деле были наши предки. Какими тайными знаниями они обладали и кому оставили их в наследство? Антарктида. 5 февраля 2012 года. 20 часов 25 минут по московскому времени. Российские ученые проникают в реликтовые воды озеро Восток. Эти уникальные кадры снял участник экспедиции. Продукт враждебного разума. Вы видите, как люди совершают эпохальное открытие. Происходящее вполне сравнимо с первым полетом в космос. Еще никогда и никому не удавалось заглянуть под 4-х километровую толщу льда. Озеро Восток со своими тайнами. Это такой ящик Пандоры, который мало не покажется, если его вскрыть. Скважину во льдах начинали бурить еще те, у кого учились нынешние исследователи. Первые метры были пройдены 30 лет назад, когда Антарктическое озеро было всего лишь смелым предположением советских ученых. Под озером мощное тектоническое нарушение, которое рассекает всю земную кору до самых глубин. И вот на поверхности первые пробы воды. Она попала в Антарктиду еще во времена динозавров. Поэтому ученые и называют озеро Восток капсулой времени. Этот ледяной сосуд хранит всю историю нашей планеты. И если правильно прочитать послание, можно ответить на вопросы, которые не дают покоя человечеству многие сотни лет. Даже в таких условиях может существовать жизнь. Это некоторый ответ на астробиологические вопросы. Может ли в таких условиях на других планетах существовать жизнь. Какие тайны многие миллионы лет хранит в себе подледное озеро? Не исключено, что в антарктических глубинах скрыта информация о происхождении всего живого на Земле. Расшифровать ее смогут не сразу. Но уже сейчас многие уверены, очень скоро мы узнаем, как на планете появился человек разумный. А может, наоборот. Убьем все живое на Земле. Исследования озера Восток будут продолжены в декабре этого года, когда в Антарктиде наступит лето. Но не приведет ли вскрытие капсулы времени гибели всего человечества? Ведь дата апокалипсиса уже назначена. 21 декабря 2012 года. Странное совпадение 20 декабря этого 2012 года. Для нас в мае назначили некий финиш календаря. Другой вопрос. Узнаем ли мы правду о том, что нашли в Антарктиде? Ведь до сих пор многие феноменальные явления, которые наблюдают на шестом материке, не получили сколько-нибудь логичного объяснения. На некоторых снимках со спутника в горах Антарктиды хорошо просматривается пятно с удивительно правильной геометрией. Это похоже на ракетную шахту или огромный вход в подземный мир. До сих пор не знают, что в центре Земли. Только на 20 километров борьбе или 25 максимум. А дальше никто не знает, что находится. Не для того ли на геостационарной орбите над Антарктикой постоянно дежурит спутник США, чтобы контролировать активность этого мира. Озеро Восток нашли всего каких-то 50 лет назад. Размер подлёдного хранилища тайных знаний превосходит территорию современной Черногории. Это действительно неисчерпаемый объект для изучения. А главное, это отличный шанс заглянуть в очень далёкое прошлое. От поверхности Земли Восток скрыт слоем льда. Длина озера 250, а ширина 50 километров. Глубина достигает 1 200 метров. Здесь каждая снежинка хранит в себе генетическую память давно ушедших времён. Эти пробирки первые и уникальные образцы подземного озера. Они и есть ключ к разгадке самых сокровенных тайн современного мира. Это у нас образец льда из той скважины, которую пробурили в озеро Восток. Пятая глубокая. Глубины Востока обещают немало сенсаций. В нём могут обитать неизвестные современной науке живые организмы. Хотя бы потому, что огромную концентрацию кислорода и невероятное давление не может выдержать ни одно живое существо. Если, конечно, оно не инопланетного происхождения. Озеро Восток можно считать земной моделью возможной экосистемы спутника Юпитера планетоид Европы. Кроме того, у подлёдного озера обнаружена сильнейшая геомагнитная аномалия. Мощнейшее возмущение магнитного поля может вызывать только грандиозный металлический предмет. Есть версия, что на дне озера лежит инопланетный корабль. Или находится портал для перемещения в параллельные миры. Инопланетные цивилизации не исчезли с лица Земли. Исследователи утверждают, их потомки и сейчас живут среди нас. Места их обитания Северный и Южный полюса. И этому есть подтверждение. До сих пор среди жителей Арктики ходят легенды о Шарашутах, потомках древнего народа. Ненцы верили, что на новой земле, в глубоких пещерах, там, где есть тёплые озёра, жили загадочные войны. Которые выходят на поверхность в виде тумана и теней. Это невероятно. Ведь всем известно, что на Северном полюсе никто не живёт. Многочисленные экспедиции не обнаружили и следа разумной жизни. Но эксперты утверждают, информацию об аборигенах держат в секрете. Потому что это не люди. Они очень похожи на людей. У них большие белые глаза. До сих пор они живут под землёй и пасут земляных оленей. Земляные олени – это мамонты. Когда они жгут свои костры, на небе отражаются сполохи от этих костров. И возникает северное сияние. Как и много веков назад, они поклоняются полярной звезде. А чужаков убивают либо уводят с собой под землю. Есть версия, что именно шарашуты уничтожили одну из первых экспедиций на новую землю. В 19 веке на острове без видимых причин погибла целая колония рыбаков. Тайна их смерти не раскрыта до сих пор. Далее в программе. Секрет вечной жизни сокрыт в горах Тибета. Где находится вход в страну богов? Там живут люди, достигшие высшей стадии просветления. Гигантские зеркала преломляют время. От глубокой старости до вечной молодости всего один шаг. Кто сможет его сделать? Поднимаешься вверх, это происходит как бы смерть человека. Почему священная гора убивает за попытку прикоснуться к тайным знаниям? Боженька сильнее. Шамбала по тем не менее сильнее. Нас просто никто туда не пустит. Я расстрою все тайны. На земле есть места, куда в прямом смысле слова не ступала нога человека. Просто потому, что дорога к ним открыта лишь избранным. В этом уверены жители горного Тибета. Гора Кайлас. Верующие четырех религий считают ее сердцем мира и осью земли. Российский хирург-офтальмолог Эрнст Мулдашев искал в Тибете город богов. Под этой пирамидой, под читающим человеком, как раз-то и находится кладезь знаний нашей планеты, где записана вся информация о предыдущих цивилизациях. Но! Как бы мы не хотели овладеть этими знаниями, Боженька сильнее, Шамбала подземный мир сильнее, нас просто никто туда не пустит. Кайлас называют заповедником чудес. Говорят, если обойти гору вокруг, можно получить отпущение грехов. Поднимаешься вверх, это происходит как бы смерть человека. Ты откидываешься, нужно, там есть даже такие символические кладбища, где ты можешь оставлять что-то из одежды, кто-то куски волос оставляет, еще что-то. Гора считается непокоренной, равно как и секреты, которые она таит. В текстах тибетских монахов написано, что вершина Кайласа скрывает вход в Шамбала. Шамбала – это невидимый взор непросветленного человека. Легендарная, конечно, страна, но для тех, кто, так сказать, обладает этим знанием, страна совершенно реальная. Там живут люди, достигшие высшей стадии просветления, как бы такие сверхгерои. Согласно преданию, именно на вершине горы сосредоточены божественные знания. Но только боги могут к ним прийти. Остальных Кайлас убивает. Экспедиции, все, которые пытались, получали пермит разрешения на восхождение, они все проваливались по тем или иным причинам. Кто-то погибал, случались какие-то массовые болезни, еще что-то. Кайлас называют машиной времени. Самое страшное, что может случиться здесь с человеком, он может просто исчезнуть. В лучшем случае, постареет лет на 10. Ведь время здесь течет гораздо быстрее. В это трудно поверить, но современная наука до сих пор не может объяснить, когда и как сформировался Кайлас. Тибетскому Нагорью около 5 миллионов лет, а возраст таинственной горы всего 20 тысяч лет. Складывается впечатление, что она просто выросла из ниоткуда. Во время моей тибетской экспедиции я увидел священную гору Кайлас, которой поклоняются ламы. Я сразу воскликнул. Это пирамида. Это пирамида. Необычной формы. Пирамиды – это не обязательно то, что должно быть построено так, как мы представляем. Все объясняет тибетская легенда. Когда-то на землю с небес сошли сыны богов. Они владели силой четырех стихий – воздуха, воды, земли и огня. С их помощью и был построен гигантский город. Возможно, здесь и обитали атланты – сверхлюди, затонувшей цивилизацией. Некие боги, достаточно высоко развитые, передали людям знания в металлургии, в земледелии, по устройству вселенной. Ни одна экспедиция на вершину горы так и не увенчалась успехом. На высоте почти 6 тысяч метров расположена долина смерти. Туда йоги приходят умирать. Там сжатое время. Там стоит зеркало времени, которое так и называется. Зеркало царя смерти ямы. Все каменные зеркала имеют разные размеры и разные формы. Одно из них, высота которого 800 метров, называют каменный дворец счастья. Считают, что оно является местом перехода в параллельные миры. Вот так выглядит каменное зеркало. Современная наука считает, что оно образовалось в результате обычного выветривания скал. Но посмотрите, зеркало имеет абсолютно гладкую поверхность. И нигде больше на планете камень не способен отражать свет. Высота священной горы Кайлас, то есть пирамиды Кайласа 6666 метров. То есть 4 шестерки от уровня моря. Высота от основания километр 800. Для сравнения, пирамида Хеопса 146,6 метра. Она просто карлик в сравнении с этим. По мнению ученых, такие размеры не случайны. Огромные плоскости зеркал способны передавать энергию пирамид и соединять ее с потоками других энергетических сил Вселенной. Выходит, что Кайлас – это большой и самый главный действующий портал в параллельные миры. Далее в программе. Люди исчезают в полночь. Где находятся самые страшные геомагнитные аномалии? Это иное, четвертое измерение, которое сейчас пока наука не открыта. Контакты с инопланетными цивилизациями не вымысел. Эта цивилизация владела технологиями, которые до сих пор недоступны человечеству. Перемещение в параллельные миры возможно. Временной телепорт есть даже в Москве. Мы спускаемся по этим крутым склонам, действительно, как опускаемся в царство вот этого подземного бога. Я расстрою все тайны. Порталы времени существуют. Это факт. За доказательствами не обязательно ехать в Тибет. Москва, Велесов-Овраг, Коломенское. Здесь время выходит за рамки разумного понимания. Минутная прогулка тут может обернуться десятками лет потерянной жизни. Для телепортации во времени древние люди использовали геомагнитные зоны Земли. Их изучение до сих пор продолжается без особого успеха. В таких местах происходят вещи, объяснить которые можно только мистикой. Портал-выход в потусторонний мир. Знаете, вот ученые считают, что наш мир трехмерен. Длина, ширина и высота. Мы, экстрасенсы, доказываем, что мир многомерен. Велесов-Овраг как раз яркий тому пример. Люди пропадали здесь с давних пор. Исчезали на несколько часов, недель и даже лет. А потом появлялись в полной уверенности, что за время их отсутствия не прошло и пары минут. И вот здесь вот мы спускаемся по этим крутым склонам, действительно, как опускаемся в царство вот этого подземного бога. Если мы вот пройдем немножко подальше к кусте, вы увидите, что там овраг еще более такой затененный, еще более глубинный, склоны выше, круче. Действительно, как в подземное царство опускаешься. Если человек уходит из этого портала, он никогда не вернется назад. То есть живым, в физическом своем соответствии, он сюда и не вернется. Там они находятся в другом виде, в другом теле. И не так, как мы с вами в физическом своем развитии. В таинственных исчезновениях можно было бы усомниться. Но вот официальные сводки полицейского управления Москвы. Из них следует, что в 1810 году крестьяне Архип Кузьмин и Иван Бочкарев спустились в Велесов овраг и в тумане сбились с пути. А когда снова вышли на тропу и вернулись домой, их встретили сильно постаревшие жены и дети. Оказалось, что с момента исчезновения прошел 21 год. Сейчас мы проходим профиль перпендикулярно ручью, соответственно, перпендикулярно предполагаемому разлому. Какая-то неоднородность в электромагнитном поле, волновой картине. Что может быть свидетельствовать о том, что все-таки разломная зона существует. Велесов овраг далеко не единственное место, где случаются провалы во времени. Окрестность Итальятти. Самарская лука считается одной из самых активных аномальных зон в мире. Каждый год здесь пропадают и вновь появляются люди. К этому настолько привыкли, что не считают подобные истории необычными. А уфологи даже создали классификацию наиболее известных аномалий. Это класс явлений можно назвать пространственно-временные аномалии. На привычном, знакомом участке какого-либо пейзажа возникает место, которое совершенно к этому пейзажу не относится. Место, которое отличается природой и архитектурой, совершенно несвойственными для нашей земной цивилизации. Любовь Михайловна вступала в контакт с представителями внеземной цивилизации. Произошло это несколько лет назад. Но рассказать об уникальном случае она решилась только нашей программе. Ну вот здесь вот поставили палатку. Ну как обычно всего два часа ночи было. Мне спать не хотелось. И кто-то как-то меня как будто голову туда, на ту гору повернул. Я посмотрела. И вдруг здесь шар увидела большого размера, светящийся. Ну, похоже, он как на Луну был. Шар вращался вокруг своей оси и плавно двигался в сторону воды, то убавляя, то прибавляя скорость. Женщина была уверена. С момента, когда она увидела светящийся шар, и до момента, когда она опомнилась от наваждения, прошло не больше трех минут. Каково же было ее удивление, когда она узнала время. Четыре часа утра. У меня мысленный ответ. Не бойся, мы ничего вам не сделаем плохого. А самой все равно страшно стало. Потом я вдруг начала успокаиваться. Голова уже стала на воду смотреть. Уже не на них почему-то отвернулась. И смотрю на часы. Четыре часа времени. У меня стало очень хорошо. Такое отличное состояние, ну, такое спокойствие. Геомагнитных зон на Земле великое множество. Это значит, что временные порталы существуют по всей планете. Они же служат коридорами для встреч с инопланетными цивилизациями. Человеку надо только научиться ими пользоваться. Но пока такие места выходят за рамки разумного понимания. В экспедициях мы обнаружили очень много следов применения высоких технологий в глубокой древности. Причем таких технологий, которые мы повторить сейчас не в состоянии даже. Каким же образом древние научились управлять временем? Кто поделился с ними сокровенными знаниями? И почему эти знания не передали по наследству современному человеку? На различные человеческие культуры влияла какая-то очень развитая цивилизация. Мы не знаем, каким образом, но, конечно, это имеет какие-то космические корни. Существует гипотеза о том, что много тысячелетий назад к нам прилетели пришельцы с трех планет. Сириуса, Дессы и Ориона. Они взяли нашу планету в разработку и переправили на нее часть своего народа. Пришельцы принесли с собой знания, недоступные человечеству. Они-то и создали быстро прогрессирующую земную цивилизацию. Можете ли вы себе представить, какого уровня может достигнуть цивилизация, если она нас обогнала на миллиард лет? Невероятно, но факт. Потомки внеземных цивилизаций и сегодня находятся среди нас. На родине человечества в Африке до сих пор живут, казалось бы, первобытные племена. Удивительно, но в мифологии этих народов содержатся необычайно точные знания об устройстве космоса. Дагоны, это племя Самали, они прилетели с Сириуса. Они почитают Сириус, у них все легенды связаны с Сириусом. Древние владели удивительными знаниями и в области медицины. Тысячелетия назад люди проводили операции, на которые способна только современная наука. И ученые нашли этому неопровержимые доказательства. Это коллекция гравированных камней с изображением сцен проведения хирургических операций. Найдена рядом с городом Ика в Перу. Если наука признает реальность феномена камней Ики, из этого следует только одно. Нужно пересматривать все представления о развитии человеческой цивилизации, человека. Далее в программе. Кто создал земную цивилизацию? И почему древние скрыли от нас свои знания? Сила высокотехнологичная. Электричество в древнем мире. Египтяне знали физику лучше нас. Анг мог иметь прикладной смысл, как наш мобильный телефон. Уникальный эксперимент нашей программы. Теперь мы знаем настоящую силу пирамид. Я раскрою все тайны. Египет, долина Гиза. Мекка для ученых и миллионов туристов. Разгадку гробниц фараонов пытаются найти на протяжении многих веков. Это фрески. В них и закодирован ключ к сенсационным открытиям. Как же удавалось египтянам освещать свои подземные помещения? Ведь в темноте создавать рисунки и наскальные надписи было невозможно. Эта цивилизация владела технологиями, которые до сих пор недоступны человечеству. Подтверждение можно найти на фресках египтян. На одной из них изображены лампы, которые работали без проводов. Именно этим объясняется загадка, что в лабиринтах пирамид не были обнаружены факелы. Почти сотню лет ученые не могли расшифровать египетскую письменность. В начале 19 века это удалось французскому лингвисту Франсуа Шампальону. По его версии, несколько иероглифов подряд можно переводить как один звук. Два века эта теория считалась неоспоримой. Но теперь исследователи задают вопрос, а тот ли смысл вкладывали древние в свои символы? Анг мог иметь прикладной смысл. То есть это не было чисто символом, или знаком, или буквой. Это могло быть устройством. Как наш мобильный телефон иногда становится, по сути дела, повседневным предметом, и кто-то через тысячу лет может его использовать в качестве символа. Спустя тысячелетия человечество выдвинуло еще одну версию. Древние пирамиды не гробницы. Это мощные конденсаторы энергии. А также устройства, которые могут менять геофизическое поле Земли и биоэнергетику человека. Александр Голод, инженер по образованию и исследователь пирамид по призванию. Одни считают его шарлатаном и лжеученым. Другие выстраиваются в очередь за помощью. Александр уверен, пирамиды обладают неограниченными возможностями. Если взять химическое вещество в активной фазе, то, побывав в пирамиде, оно стремится к гармоничному завершению своего химического процесса. Ну, приведу более понятный пример. Вот почти каждый пил самогон. Если поставить вот эту всевышнюю дрянь, поставить в пирамиду, через неделю вы этого самогона не узнаете. Перестанет раздражать пьющего его. А вот с институтом беноделия мы проводили корректные научные исследования. Ставили коньяк, портвейн дешевый, марочный, ставили в пирамиду. Результат был, самый яркий результат был на дешевом портвейне. Он просто через неделю становился марочным. А трехзвездочный коньяк становился там десятилетним. Александр Голод не просто изучает пирамиды, он строит их сам. Одна из наиболее известных в Подмосковье на Новорижском шоссе. Корреспонденты программы «Тайны мира» проведут внутри пирамиды уникальный эксперимент. Мы узнаем, как энергия этого сооружения влияет на человека. Инна и Катерина – обычные девушки, не склонные к мистике. Приехали к пирамиде из любопытства. Хроническими заболеваниями не страдают и к объекту нашего исследования относятся не слишком серьезно. Скоро их мнение сильно изменится. Мы ожидали, что внутри что-то такое грандиозное. Сейчас я не могу жить в крови. Специалист проводит замер жизненных биоритмов дважды – до и после посещения пирамиды. Таким образом, мы сможем проследить, как изменилось физическое и духовное состояние девушек. До посещения пирамиды биологический возраст был 29. После посещения – 127. То есть это очевидная польза. Удивительно, но состояние обеих девушек после непродолжительного пребывания в пирамиде заметно улучшилось. Инна и Екатерина не верили в эксперимент, поэтому его результаты стали для них настоящим шоком. Когда мы сюда ехали, мы ожидали какого-то эффекта положительного, но не до такой степени, как нам профессор сказал. По нескольким параметрам у двух испытуемых было проверено, насколько эффективно действует поле пирамиды. Биополе у обеих испытуемых изменилось в сторону увеличения биоритма мозга. Стали работать активнее, равномернее. И биологический возраст у обеих снизился. Чудесное воздействие пирамиды оказывают не только на людей, но и на все живое. Александр Голод может рассказать тысячи историй о чудесном спасении младенцев после трудных родов. О необыкновенном усилении иммунитета к любым болезням и о волшебных превращениях. Пирамиды опровергают все известные нам законы физики. Для современного человека они остаются загадкой. В это трудно поверить. Но вода внутри пирамид не замерзает даже при температуре минус 40 градусов. Температура воды внутри пирамиды порядка 17 градусов. Низу на ряду. Ударяем. И в бутылке лед. Пока скептики сомневаются, исследователь строит планы всемирного масштаба. Александр Голод уверен. Пирамиды несут в себе гармонию космоса. И если мы научимся использовать их положительную энергию, она может распространиться на территорию всей планеты. Не будет болезней, голода, нищеты и катастроф. Далее в программе. В Челябинске создана машина времени. Теперь мы можем заглядывать в будущее. Внутри у нас есть два зеркала. Какие тайны хранит обсерватория древних ариев? Экспедиция программы тайны мира побывала в таинственном городе Аркаим. Некоторые исследователи готовы объявить эти места родиной Заратустра. Кто уничтожил древнерусских астрономов? И почему для ариев бронзовый век стал золотым? Обсерватория редкая, совершенно единственная в своем роде. Я раскрою все тайны. Экспедиция программы тайны мира отправляется на Южный Урал. Именно здесь, в горах Челябинской области, находится настоящая сокровищница древних знаний. Теперь уже доказано, Аркаим прародин на древних ариев, которые ученые так долго искали на обширной территории. От придунайских степей до приортышья. Некоторые исследователи готовы объявить эти места родиной Заратустра, создателя священных гимнов Овесты, столь же легендарного, как Будда или Магомед. Останки древнего города окружают великие тайны. Говорят, что время здесь течет медленнее, а пространство изменяет свои свойства. Аркаим – это сооружение, которое сделано по проекту. Проект очень сложный, очень высоко квалифицированный. И строительные работы сделаны очень квалифицированно. Город-крепость был построен из дерева и простоял всего сотню лет. Археологи установили – в один день горожане забрали с собой все свое имущество, подожгли все здания, ушли в неизвестном направлении и больше никогда не возвращались на это место. Уходя из города, они, такое ощущение, что они выметали свои жилища, забирали все, что нужно забрать, и только после этого сжигали. То есть они очищали город и потом продавали его от чистительного огня. Что же случилось на этом месте тысячелетия назад? Исследования фундамента города показали – Аркаим был построен на месте гигантской обсерватории древней сверхцивилизации. Обсерватория редкая, совершенно единственная в своем роде на все 18 возможных значимых астрономических событий. Вот Стоунхенш максимум было 12-13 событий. Совпадений со Стоунхенджем много. Форма круга, расположение на одной широте, ориентация по сторонам света. Однако в отличие от Стоунхенджа, сама платформа Аркаима представляет собой сверхсложный инструмент космической связи. Это фундамент, это закрывается. Вот что закрывается? А закрывается вот это. А это модель мира. Причем модель мира по квалификации и по содержанию не имеет аналогов. Древние арии обнаружили загадочную обсерваторию тысячи лет назад. На платформе, оставленной им предыдущей цивилизацией, они возвели деревянный город. Назначение комплекса оставалось для них загадкой. Понимая, что первопоселенцы могут вернуться, они возвели крепость, построенную по всем законам фортификации. Все входы, кроме западного, это ложные входы, которые должны были просто отвлечь внимание от главного входа или каких-то дополнительных проемов, с помощью которых можно было попасть в город, но о которых знали только жители. В центре платформы Аркаима находится каменный стол весом около ста тонн. Как он сюда попал? Константин Быструшкин уверен, эти камни принесены сюда более древней цивилизацией. Ближайшая гора, на которой могли образоваться подобного размера валуны, находится в тысячах километрах отсюда. Фактор Х – это сила высокотехнологичная, которая находится за пределами человеческой культуры. Что же случилось несколько тысячелетий назад на этом месте? Возможно, горожане столкнулись с катастрофой космического масштаба. Ведь неприступный для того времени город могли уничтожить лишь высокотехнологичным способом – взрывом огромной мощности или биологическим оружием. Сейчас современная наука этого не умеет делать. Каждый год в Аркаим устремляются толпы паломников. Все они идут, чтобы соприкоснуться с древней энергетикой этого места. Самым сакральным и сильным местом считается гора Шаманка. Когда-то именно она служила западным визиром для древней обсерватории Аркаима. Там есть спираль. По этой спирали нужно обязательно пройти. На Шаманке ты очищаешься, потом ты идешь на гору любви. Там тоже спираль. По этой спирали опять нужно пройти. Здесь можно загадать желание. Спирали символизируют лабиринт, ведущий к Солнцу, которому поклонялись Арии. Считается, что если сосредоточиться и дойти до центра лабиринта через все 13 рядов, не сбившись с самой сокровенной мысли, то она непременно материализуется. Извините, пожалуйста, а вы какой-то ритуал исполняете? Не мешайте. Вокруг древнего города, который видим только с высоты птичьего полета, не угасают споры ученых и эзотериков. И для тех, и для других Аркаим – загадка, которую они пытаются разгадать. Ведь, возможно, именно эти знания наших предков и есть тот самый ключ к новому расцвету цивилизаций. Возможно, именно близость к этому месту и спровоцировала научное открытие, которому нет аналогов современности. Город Миас, Челябинская область. Физик Виктор Булаев утверждает, что изобрел машину времени. Вот эта новая установка, она называется БИКАП – биоэнергоинформационная капсула. Здесь вот шестигранная пирамида. Внутри у нас есть два зеркала, напротив которых садится человек. Изобретение Булаева опробовали на себе уже несколько десятков человек. Многим из них удалось совершить перемещение во времени. Правда, не на физическом, а на ментальном уровне. Перед глазами участников эксперимента появлялись картины из будущего, которые спустя несколько дней воплощались в реальность. Подключение к информационному полю, если на бытовом языке. То есть вот это вот поле есть о прошлом, будущем и настоящем. И человек в этих установках, подключившись к этому полю, может получить вот эти всевозможные картинки, сюжеты, почувствовать запах бани где-то в другом городе, услышать звуковые какие-то сигналы. Алексей Свинин из Якутии – один из первых, кто испробовал изобретение на себе. То, что он увидел во время сеанса, до сих пор заставляет его испытывать страх. Алексей считает, что это было предупреждение из будущего. Стоял в тайге в лесу на поляне самолет, типа Ту-154 или Ту-134. Никаких механических повреждений у самолета не было. Народу тоже никого не видел. Бортовой номер самолета был 574-й. Мне надо будет через Новосибирь самолетом лететь. Думаю, если этот бортовой номер будет, я на него не сяду. Загадочные видения посещали всех, кто соприкасался с машинами времени. Одним были показаны реальные эпизоды, другим – образы, которые требуют расшифровки. Появляется круг горящий. Причем высота огня, ну, до 50 сантиметров пламя. Красное внутри желтое. Воздух. Начал двигаться здесь воздух, и насыщенный озоном, как после грозы. Свежий-свежий воздух пошел, так вот обдувать меня стал. Хотя там ничего, все было закрыто со всех сторон. Все участники эксперимента в один голос утверждают – вне зависимости от того, что произойдет, во время сеанса каждый раз наблюдается деформация времени. Мне показалось, я сидела, ну, максимум 10 минут. Когда мне сказали, что прошло 45, я просто разумом стала соображать, а где же я ошиблась. Вот это для меня, конечно, ну, просто необъяснимо. Не сумма. 20 минут, наверное, достаточно. Какой 20? Ты час 40 там был. Его я не заметил. 20 минут всего прошло. Я не спал, это я точно знаю. Машина времени Виктора Булаева имеет и еще одну необъяснимую особенность. Невероятно, но десятки исследований показали, каждый участник опытов чувствует себя гораздо лучше после сеансов в аппаратах. У меня сильно болела голова, гипертония. Когда легла, полежала там немножко, вот это все стало уходить, уходить, как бы по кругу, и она прошла. В этих установках у всех увеличивается биополик. В результате это энергия, которая используется на оздоровление органов. Виктор Булаев уверен, скоро появятся куда более мощные установки, которые позволят людям совершать путешествия в будущее на физическом уровне. Для современного человечества это будет означать прорыв в новую технологическую эру. Однако, по сути, мы всего лишь вернем себе частицу знаний древних сверхцивилизаций. Инопланетные цивилизации покинули Землю тысячелетия назад. Существа, обладавшие сверхразумом, выключили пирамиды, сели в космические корабли и улетели в неизвестном направлении. Но это не значит, что люди остались в одиночестве. Тайные знания предков достались нам по наследству. Вопрос только в том, когда мы сумеем их прочитать. Редактор субтитров А.Семкин